Мы находимся на 30-й выставке Prodexpo 2023 и с нами генеральный директор компании Май Сергей Викторович Конев. Сергей Викторович, расскажите, какую компанию вы представляете, чем она занимается и какой продукт вы сегодня представляете? Ну, как вы и сказали, я представляю компанию Май. Мы на рынке уже более 30 лет и запускаем успешно и продвигаем бренды чайные майский, Ричард, Кёртис. Наверняка вы пробовали уже эти бренды. Также у нас есть кофейный бренд Кафеса. Всю эту продукцию мы неоднократно представляли здесь на выставке прежде и потребитель очень хорошо ее знает. Доля рынка в чае у нас больше 22% сейчас составляет. В кофе мы работаем в нишевом сегменте пока и только выходим в массовый сегмент. Но это классическая наша бизнес-модель является. Кроме этого, мы три года назад начали развивать и цифровые бизнес-модели. В частности, мы запускали чайный маркетплейс для продажи чайной продукции. Был Тиру, так называемый. И один год выставляли здесь именно с чайным маркетплейсом. Но этот проект был не очень успешный. Мы поняли, что маркетплейс нужно развивать именно для бизнеса больше, потому что для потребителя уже достаточно маркетплейсов, которые представляют более широкий ассортимент, нежели чем чай. И идея пришла агрегировать торговые точки традиционной розницы и предложить дистрибьюторам именно на нашей платформе доступ в 60 тысяч торговых точек традиционной розницы, которые есть в России. Эта идея нам, в принципе, удалась. И сегодня мы представляем на выставке B2B маркетплейс наш май 24. А как меняется цифровой продукт со временем? Вы уже опытные участники выставки. Что изменилось за год? Да. Год назад, когда мы представляли продукт, мы представляли в основном инструменты только для дистрибьюторов. Сейчас мы доработали наши инструменты и готовы представить предложения не только дистрибьюторам, но и производителям брендов, и даже торговым представителям, которые работают с традиционной розницей. Этот комплекс называется «Центр управления продажами», где можно увидеть и прозрачное проведение промо-активности, которая проводится. И управляя этим инструментом, можно расставлять продукцию на полке традиционной розницы, можно запускать новинки, можно управлять ценообразованием в традиционной рознице. Это очень удобно как для дистрибьюторов и их торговых команд. Это очень удобно производителям, у которых нет своей национальной дистрибуции, и они могут воспользоваться этими сервисами. И через наш маркетплейс в короткие сроки, в кратчайшие сроки запустить свою продукцию на 60 тысяч торговых точек по всей 55 регионах России. Это коренное отличие того, это доработанный продукт, и это коренное отличие того, что мы представляли год назад. Год назад он был рассчитан только для дистрибьюторов с достаточно узким набором сервисов. Сейчас это доработанный продукт, более совершенный. А насколько ваш цифровой продукт интересен другим участникам выставки? Возможно, есть какие-то контакты уже? Вот это отличный вопрос. Мы осознанно перестали представлять на выставке наши бренды, хотя долгие годы делали это, и выставка была отличной площадкой для продвижения знания о наших брендах. Мы его уже построили достаточно. Знание большое, более 70% знания у Майского, у того же. Здесь на выставке собраны экспоненты, в основном кто? Дистрибьюторы и производители. Это как раз та целевая аудитория, для которой мы создали продукт на нашем B2B-маркетплейсе. Я вам скажу просто по цифрам. Если за всю выставку прошлогоднюю мы собрали только 120 контактов, то есть 120 интересантов подошли, поинтересовались нашим продуктом, мы сделали для них презентацию, показали наш продукт, то только за вчерашний день на выставке мы собрали 170 контактов, пообщались, и в основном это контакты, это экспоненты, те, кто представлен сегодня на выставке со своими продуктами, это либо производители всех категорий, либо дистрибьюторы. Фактически у нас на маркетплейсе представлено 24 категории продукции, более 10 тысяч ассортиментных наименований, и все они вот как раз здесь сейчас работают. Это самое то место, где мы можем рассказать о возможностях нашей платформы. Большое спасибо, Сергей Викторович. Спасибо. Спасибо. Спасибо.